Всем привет, мои хорошие! Значит, целых три новых сочных акции нам и ново завезла. Давайте посмотрим, что из этого действительно годная штука, что нет, что бесплатно, что не очень бесплатно и так далее. Я ждал, пока все они три прогрузятся. Максимально быстро, в общем, для вас все это дело записываю. Но информативность мы не упускаем. Я тут даже выписывал всякие штуки. Значит, первое и самое сложное, это, ребята, мистический сундук. В магазине появляется мистический сундук. Брать его можно без ограничения по 100 монеток. Либо сразу можно взять один набор сразу за 8000 л монеток. Из самих вот этих вот сундуков, в общем-то, они довольно фуфлыжные. Как по мне, ничего особенного не падает. Единственное, да, если у вас проблема с венцом героя и с маской пробивания одновременно, можно вполне себе все это дело забирать. Чему бы и нет, тогда для вас это будет максимально профитно. Далее смотрим, значит, из набора, который за 8000 монет, 80 сундучков падает. И еще 50 вот таких вот мистических кристалличков. Но самое крутое, конечно, что можно с этими сундуками делать, это их синтезировать. Для синтеза нам понадобится сундук, 1000 адены и, соответственно, один вот этот вот мистический кристалл. К сожалению, здесь я вам не подскажу в плане того, сколько нам понадобится ресурсов на какой уровень синтеза. Вот, потому что я просто не знаю, сколько в среднем падает вот этих вот мистических кристаллов с одного сундука. Поэтому давайте с вами это все дело порассуждаем. Немножко по мусолям. Значит, чтобы забрать второй мистический сундук, да, здесь вероятность синтеза 18%, нам понадобится примерно 5,5, на третий понадобится чуть больше 12, дальше 21, 32, 49, да. Ну, я про траи, про общий, скажем так, да. То есть, чтобы сделать шестого уровня сундук, вам понадобится в среднем, да, 49 вот этих вот мистических кристаллов, чтобы взять первый сундук и догнать его до шестого уровня. Дальше уже идет немножко пожестче. На седьмой 82, на восьмой 182, на девятый 350, на десятый 683, на одиннадцатый 1340, на двенадцатый 3000, на тринадцатый 8000, на четырнадцатый 18000 мистических кристаллов. Соответственно, как только в комментариях появится информация о том, сколько в среднем падает мистических кристаллов с одного такого сундука, вот, а я надеюсь, кто-нибудь это обязательно напишет так, сразу вы сможете все это дело сопоставить и вкинуть. Я, так и быть, перепечатаю в комментарии тоже вот этот вот список того, на какой уровень сундука, сколько трайв вам понадобится. Но, условно говоря, чтобы сделать самый главный сундук, даже если вы попадете в это среднее значение, что не факт, вам понадобится элементарно, значит, здесь по 1000 адены каждый трайв будет стоить, то есть 18 миллионов адены, как минимум, вам сюда понадобится, да, ну, понятное дело, что это меньшее будет из ваших затрат. Вот, соответственно, зачем нам их вообще апгрейдить? Значит, апгрейдженные сундуки уже нельзя открывать, но их можно обменивать. Соответственно, список наград вот здесь вот присутствует. Будьте аккуратны, да, сундук с редким аксессуаром от плюс 2 до плюс 3, в общем-то, он рандомный вам упадет. Не факт, что он нужный именно вам. Вот, куколки здесь всякие. Вот символ берсерка, интересная, конечно, вещь, но понадобится 8000 трайв в среднем, чтобы его намутить. Так, и что-то здесь меня еще смущало. Вот, купон, ребята, на драгоценный камень уровень 6 временно. Учтите, что на каждый отдельный камушек вам понадобится несколько таких купонов, вплоть до того, чтобы забрать берил, допустим, из 6 уровня, вам понадобится 5 таких купончиков. А не то, что вы обмениваете один такой купон на один камень. Вот, сундук с куклой я уже говорил. Особые доспехи вы на выбор получите, да. Это у нас кристаллы льда, огненного рыцаря или молнии. Вот, ну и в самом конце, самая вкусняха как бы для нас, это либо у нас ледяное оружие плюс 7, здесь, в общем-то, на выбор, и это хорошо. И здесь у нас броня защита на плюс 7, и это тоже патриотизм. Так, дальше. Можно просто за мистические кристаллы создавать себе купоны на редкие аксессуары. Обратите внимание, что они будут первого уровня, и на каждый из таких редких аксессуаров, опять же, по несколько купонов понадобится. Также, если у вас завалялись венцы героя или маски пробивания, можно будет с помощью кристаллов их обменивать на альтернативный. То есть, грубо говоря, купили пачку, ну, пачку вот таких вот мистических сундуков, но у вас, допустим, венец там плюс 8 благословенный, и у вас все окей. А вот маска пробивания всего лишь четвертая. Все венцы быстренько обменяли на маски через, опять же, мистические кристаллы, которые из тех же сундуков вам понавыпадали. И, в принципе, окей, в принципе, хорошо. Вот, кроме того, сами мистические кристаллы тоже можно обменивать, да. То есть, вот, опять же, маски пробивания, венцы героя. То есть, если вы все обменяли, но у вас остались еще мистические кристаллы, можете дополнительных набрать отсюда, и это тоже очень неплохо. Вот, другие штуки тут тоже вполне себе присутствуют, но я не знаю, сколько в среднем там на 8000 л-монет вам упадет этих мистических кристаллов, поэтому подсказать мне что-то трудно. Странно, что нету здесь вот этих вот шквалов, штормов, да. Кто в курсе этой новости, тот в курсе этой новости, да. Дальше. Ну, в общем, это была первая акция. Надеюсь, плюс-минус подробно вам это дело раскидал. Дальше. Календарь подарочков. Календарь подарочков. Просто каждый день заходите в игру, забираете ваш подарочек. Всего нужно будет заходить в течение 28 дней, чтобы забрать все подарки. Они бесплатные, но если вы пропустили какой-то день, очевидно, можно будет за 100 монеток этот подарочек тоже забрать. Если вы думали стартовать в Lineage 2 Essence, под этот календарь вполне себе хорошо будет стартоваться. Вот здесь, в принципе, какая-то расходка, какие-то такие штуки. На первой неделе мы получим на седьмой день невероятный усиливающий камень. Он используется для того, чтобы безопасно апать, значит, всякие свои приколдесы. Да. Но нужно, чтобы эти приколдесы были высокого уровня, поэтому можно будет, если что, на склад отложить. Вот. В финале первой недели нам дадут купон на книгу 1 звезда. В финале третьей недели нам дадут купон на книгу в 2 звезды. На четвертую неделю нам дадут купон на куклу первого уровня. И там можно будет именно выбрать эту куколку. То есть заберете себе именно нужную. Простенький календарь, не лучший, который был. Но все же все это абсолютно бесплатно залетает. Почему бы и нет. Тем более это хороший буст именно что для новичков, потому что для тех, кто проучил уже все скиллы первого, второго уровня, во всяком случае все нужные скиллы, для них это по большому счету бесполезно. Это отправиться на склад или для того, чтобы проточить какие-то скиллы и, в общем-то, большого успеха из этого не сделать. А если у вас важный скилл в каком-нибудь второго или первого уровня все еще не проучен, то вы получите хороший буст. Вот. Ну и, значит, празднуем достижение бордюганом 94 уровня. В честь этого дела можно будет забрать подарок за 0 рублей. И здесь приятная расходочка. Как по мне, самое крутое, это, конечно же, золотой мяч Данди. Это вкуснота. Кроме того, в течение ивента, а ивент у нас будет длиться целую неделю, приятный хороший бафчик. Небольшой, но почему бы и нет. Каждый игрок на всех серверах будет у себя отмечать. Опять же, для сильных игроков это ничто. Для начинающих игроков, в принципе, по соточке ко всем статам это окей. Это все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько в среднем падает мистических кристаллов с L8000, с 80 сундуков, чтобы людям было понятнее разбираться в текущей первой акции, которую я отписал. Огромное спасибо за внимание. Совсем скоро увидимся в следующих роликах. Всем пока.